Привет всем! Мы снова делимся с вами своим настроением. У нас, как всегда, в начале гость новости вино, потом розыгрыш призов и бюленье нового победителя. А гость у нас сегодня прекрасный, замечательный ЛТВ коллега, журналист, телеведущий ЛТВ 7 Алексей Дунда. Привет! Приветики! Да, у нас же начинается летний сезон, я вот потерял хвост. Что это случилось с твоим хвостом? Женя запускает снова, обозрела, а Александр предложил, что мы будем пить белое вино. Почему? Почему есть пить тяжелое красное, если можно пить легкое белое? И у нас есть спонсор. Да, у нас есть спонсор, наше вино к нам доставляет алкалуэ, может доставлять и вам. Заказывайте. Все, погнали. Давай я буду разливать. Да, а ты тянешь первые новости. Так, правительство не торопится выходить из режима чрезвычайной ситуации. Об этом в эфире Радио Балком завел депутат Сейма экономиста Вячеслава Домброски. Это просто праздник какой-то. Ну вот, да. Ну я не знаю, я представитель госсектора, условно, я же работаю на матринском телевидении, общественном. Но мы частично финансируемся из бюджета. Ну я бы не сказал, что меньше работы. Смотрится на меня, то ли зависть, то ли злость. Мы смотрим прям, что ты комментируешь. Нет, ну хорошо, тебе кажется... Ты же вежливый. Нет, мне кажется, что на самом деле речь здесь идет о том, что большинство чиновников, им это выгодно, им удобно, они могут под видом работы ничего не делать, получая спокойно свою зарплату. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу. Слышат в этой пирамиде сколько народу, которые там типа ушли на удаленную работу и неизвестно, чем занимаются. Вообще мне уже не понравилась у Дамбровского фраза, он говорит, вместо фискальной дисциплины мы получили фискальную безнаказанность. То есть ты можешь в принципе под ГИДЧС купить в любой момент все что угодно. Ну эти закупки без закупок, да, закупки без облегченной схемы. Да, и понятно, что это очень многим понравилось. Ну опять же... Именно поэтому нужно отменять уже давно, вот в Эстонии отменить. Насчет закупок, конечно, самое главное, на мой взгляд, во всей этой истории, это вернуть нормальную процедуру закупок. То есть она и до режима ЧАЭС была не очень прозрачная, а сейчас так она вообще под очень большими вопросами. Мой коллега Даниил Смирнов снял сюжет про то, как государство без конкурса закупило для государства вот эти экраны, да, вот эти прозрачные. А эти экраны забрало? Да, забрало, да. 24 евро штука. Это такие цены, ну просто несусветные. То есть условно мы можем сейчас пойти в любой магазин, купим там за пятерку. К полумерам не привык. Война все спишь, но тот самый случай. Да, я очень надеюсь, что наш любимый госконтроль, я очень надеюсь, всех их прошерстит. Прямо вот и щитки за 24 евро штучка, и ноутбуки, которые вид купила, там тоже по очень подозрительным ценам. И всех остальных, что, ну окей, у них это займет, может еще год, да, но в итоге они до них дотянутся. Госконтроль в этом плане у нас, по-моему, единственное светлое пятно. Как говорили у меня в Рызык, но придет весна, все покажет. Придет весна, придет проверка госконтроля. Вот так говорили. А, да, помню эту новость. Кто же сказал это? Сказал глава общества больниц Евгений Калыс о том, что часть медиков до сих пор не получили прибавки за работу в кризисной ситуации во время ковида-19. И я считаю, ну это просто кошмар какой-то, мягко выражаясь. Люди действительно ходили на работу, старались, там вот общались с этими больными или потенциально больными. Рисковали. Рисковали. Им в коем-то веке раз сказали, да, ну сколько там, плюс 20% по-моему было, да? Обещали. И им еще этого не дали. Коли доктор сыт, так и больному легче. Там даже больше, там на самом деле часть больницы своего бюджета выплатила медикам заранее, надеясь на то, что государство это компенсирует. А часть больниц не очень-то рассчитывает на то, что государство все-таки включится, и поэтому не выплатила, и медики все ждут. Вот эти два листика пришпилены иронично друг к другу по поводу того, что в следующем году зарплаты медиков должны вырастить на 20%, заявил премьер-министр Киевич Нескарнич в передаче на Латвийском радио «В точки пересечения». Это фантастика, на 20% такая загадка, ну такая цифра, которая как бы можно обещать и звучит хорошо, но можно и не исполнять, но вроде не так уж сильно и не исполнять. Знаешь, вот вдвое обещали повысить, а не повысили, тут прям можно революция, ну 20% обещали, не вышло, ну такая, нашли они, короче, себе идеальную точку этих 20%, и это, конечно, мы же не материмся в эфире? Не, мы материмся, ну можно. Да, ну пи***ть, ну серьезно, то есть. Ну это, я эти новости как бы вижу каждую неделю, ну это просто как-то стыдно, я не знаю, вот как, где коридор позора с другой стороны? Где вот медики, как раз вот те самые, которые желательно еще с ковид больными работали, почему они вот не встречают мокрыми жидкими аплодисментами? Вот так вот, ну вот, они ходят в Бельгии, по-моему, был коридор. Да, да, мы показывали, показывали. Вот у нас может быть такая ситуация, когда думаешь? Ну, будут принимать бюджет осенью на следующий год, ну и посмотрим, как медики будут протестовать. Я готов спорить. Ну, вопрос, вопрос в том, что вообще эти протесты к чему-то приводят, которые здесь в стране происходят. Ну, тут уместно вспомнить Америку, с чего начались. Чем продолжились эти протесты, и одновременно, да, ни к чему, скорее всего, это не приведет, никто не выйдет, пассионарность на уровне ноля, зимы. Нет, выйдут, что-то пошумят. Не делай, ну, как бы повозмущаемся, повозмущаемся, проглотим, потом с другой стороны выйдет, живем дальше. Ну, как-то обычно такая схема. Проблема в том, что за медиков не выходят учителя, родители, ученики, ну, все группы наше общество не выходят поддерживать какую-то одну группу наше общество. Ну, и эти группы так протестуют, обособлено одна от другой, и поэтому нету такого широкого резонанса. Претензия, это действительно же у всех одна и та же, что наше правительство, как бы, ну, совсем охамело, ну, прям охамело, как бы, причем в отношении кого угодно. Хотите сквер, хотите медиков кошмар, хотите учителей кошмар, хотите русские школы, хотите еще что-то, но все при этом выходят по одному, да, вот, хоть снова перечитывай сказку про эти прутики, знаешь, по одному сломать или целиком сломать. О! Одна из моих любимых новостей на этой неделе о том, что часть региональных автобусных маршрутов перейдет в руки подозреваемых в коррупции Брандовса. Бывший дирижер занялся пассажирскими перевозками. Регент православного хора. Смотри, композитор. Предприятие вот это Сиа Саби Адрийской Саутово, вот, следующий получил конкурс, выиграл, ну, типа, выиграл конкурс на следующие 10 лет, общая сумма которого составляет, там, полмиллиарда евро. И уже его, там, очехвостили, прижимали, выяснили, что он имел, там, связь с Трежской Думой, там, всем на лапу давал, чтобы они, там, более выгодорешение принимали. И ничего, вот, опять будет, смотри. Потому что... Прям прекрасно же. Потому что поданная его конторой заявка отвечала технической характеристике закупок. Там... Да, и контора там совершенно великолепная. Про его морально-этический облик ни слова не было написано в техническом языке. Мне кажется, вообще ни в одном конкурсе нету такого слова. Владельцы фирмы должны быть, там, юными пионерами, условно говоря. Ну, объективно, можно посмотреть, там, чувак сказал, весь из себя мутный, взятки Думе давал сколько? 25 тысяч ежемесячно. 25 тысяч евро ежемесячно передавал должностным лицам Рижской Думы, чтобы они работали в его интересах. Ну, 25 тысяч, мы не там работаем вообще. И, тем не менее, ничего, смотри, опять, 72-го, кстати, женат надо посмотреть. Бабки-то большие, я не знаю, что... Тело же уже не в морали. Погнали. А бумажку-то не выкинуло, да? Бумажку-то сохранило. У меня все тут. Пиджачок туда. Мне кажется, там эти условия конкурса надо почитать. Если в условии конкурса не сказано, что мы снимаем баллы за то, что компания была оштрафована в предыдущие три года, тогда вопрос, почему так были составлены? А вот почему это интересно? Если их компания не была оштрафована, то есть все равно была или не была их компания оштрафована в течение трех лет, им дают договор на 74 миллиона евро, а, например, предприятию в чрезвычайной ситуации, если у них за три года был какой-то долг по налогам, никакой дыкстовой не дали. Да. Протестуя. То есть ситуация очень простая. Национальный совет сказал, что, вероятнее всего, с Нового года не будет русского сегмента на ЛТВ-7. Руководство ЛТВ-7 в первую очередь этому удивилось. Мне понравилось там в этой новости, я поэтому хочу, чтобы там поискали и нашли. Там было сказано о том, что поменялись привычки зрителей, русскоязычных зрителей, поэтому вот вся эта катавасия и началась. И вот именно поэтому я вспомнила о том, как у нас на радио был Павлюц, это депутат Сейма, лидер объединения для развития АЗА, который совершенно искренне на голубом глазу сказал, ну а где искать этого русского избирателя? Вот на классниках вы что ли? Наши эксперты, сказал, найти не могут. Это, ну, это фантастически, они живут в каких-то таких реалиях, они даже, эксперты у них русского избирателя найти не могут. А тут они прямо уже не только выяснили, что он есть, но даже увидели, что у него поменялись привычки. Ну, Алексей, как представитель ЛТВ-7, жги глагол. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Одно сплошное... Расставим точки над две. Во-первых, я здесь как представитель себя. Во-первых, очень важное. Хочу это подчеркнуть. Во-вторых, я бы хотел, очень, очень даже не хотел бы комментировать ситуацию с ЛТВ. Потому что, ну вот, не хотелось бы. Мне кажется, что вот все эти новости возникли из-за некоторых разногласий, которые существуют между руководством ЛТВ и Национальным советом по электронным СМИ. Мне кажется, что эти разногласия в ближайшие дни недели, ну, в ближайшее время, каким-то образом решатся. И поэтому я бы пока очень аккуратно относился к заявлениям как Неплпа, так и ЛТВ. Я предлагаю просто подождать, взять на паузу. ЛТВ за себя поборется. ЛТВ тоже, знаешь, закрывает русскоязычное вещание. Это минус камеры, минус оператора, минус часы съемки, минус дунда. Это же нельзя допустить. Да, все правильно, вообще со всем согласен. Кроме нескольких нюансов. Первый нюанс. В какой момент бодания между руководством ЛТВ и Национальным советом за панораму, который выходит на другом канале, переключились на русское вещание? Второй момент. По любой причине это вышло, значит, на обсуждение общественности. Это наихреновейший сигнал рекламодателя. До тех пор, пока государственные каналы будут находиться на рекламном рынке, это совершенно четкий сигнал. Ребята, с первого числа вот этот сегмент закрывается. То есть там условные торговые сети, да кто угодно. Считая сейчас свои скудные из-за коронавируса бюджеты, уже на этот канал не рассчитывают. То есть они вносят какие-то коррективы. Учитывая, что ЛТВ получает деньги и из госбюджета, и от рекламного рынка, это, в общем-то, как раз таки и портит их конкурентное преимущество. Хочу заметить, что недолго осталось получать от рекламного рынка. Ну вот, пару-несколько месяцев. Что, сентября не будет? Ну, реклама не будет. Сентября не будет платной рекламы. Или с января, я боюсь собрать. Но скоро про это мы даже говорили где-то здесь. Но да, ты совершенно прав, выглядит это все неприятно, неопрятно. И Алексей, наверное, тоже прав, но посмотри, чем это все закончится. Потому что я чувствую, что эти решения, они такие, что их еще два раза назад откатят, а потом назад прикатят. Ну, давайте следи за ситуацией, выглядит все противно. Это как очередной плевок. Да, ну, конечно, просто заявляете. Знаете, там, у вас этим русским кселик не нужен. Давайте закроем. Давайте закроем. Уход в интернет-платформу, в интернет, сам по себе не так уж и плохо. В этом нет чего-то чрезвычайного. Вопрос в том, как этот уход оформлен и подготовлен. И вот тут есть, как говорится, нюансы. Звучало как тост, и очень хочется продолжить буквально одной-двумя фразами. Вас в последнее время реально есть за что хвалить. И эти вот все разговоры на улице. Ну, я вообще ЛТВ не смотрю, кому нужно это. Но, честно говоря, тоже они уже не соответствуют реалиям. Вас интересно смотреть. А сейчас вы единственные телевизионные новости на русском языке. Ну, можно найти возможность еще чуть-чуть вас посодержать. Да, слушайте, у меня офигенно хорошая новость. Во-первых, начинаем путешествовать. Сережа, поехали, не могу больше. Прямо сейчас. Прямо сейчас все, до свидания. Смотри, 22 страны открывают свои границы. Кипр, Венгрия, Хорватия, Финляндия, Германия, Румыния. Самое высокое заболевание в Швеции. Туда не надо ехать. А вот Болгария, Австрия, Эстония, Чехия. Все открыто, слушайте. И что меня поразило, офигенно считаю новость, что Вильнюс, он будет свой город превращать в разные страны этим летом. Каждые две недели столичные гиды, организаторы мероприятий, рестораны, гостиницы и художники объединили, что для меня вообще фантастически. И начнут делать город, например, неделя Италии, неделя Японии. Мне кажется, это невероятно круто. Это просто сама по себе офигенная идея. Просто мысль о том, что они все смогли объединиться, потому что им нужно каким-то образом справляться с кризисом, и государство им в этом помогло, это ужасно круто. При этом, например, Юрмал, она признана одним из самых безопасных курортов в Европе. Но мне еще понравилась цитата, она звучит немножко грустненько, что в Юрмале даже в пик сезона дистанцию между людьми будет соблюдать несложно. Ну так себе реклама, честно говоря. Не, ну просто Юрмал... Широкие пляжи. Широкие пляжи. На самом деле в Европе попробуй найти пляжи такого размера. В Германии есть вот эти песчаны, опять же на Балтике у нас, как бы так. Но еще туда же, вот мне кажется... Ой, подожди, а давайте сразу, извини, я тебя перебью, потому что итальянские выходные намечены на 5-7 июня. Это вот уже, по-своему завтра. Это вот эти выходные, да. А 19 июня начнутся индийские выходные, а 3-й июля американские. Вот что-то мне кажется, американские, но они погорячились. Ой, я вытащил... Я первый раз за передачу вытащил новость. Да, кстати. Класс. Это обычно тебе передают. Да. Что тут пишут? Суд обязал экосправление пассажировилтинс вернуть полтора миллиона евро. Сообщает нам де-факто. Это та самая новость, которую я к Брандовску хотел пристегнуть. Да, вот к Брандовску и в прошлый раз еще к Бондерсу, который край банка. Но вообще, знаешь, с точки зрения такого обычного обывателя, всегда, когда слышишь о том, как кто-то разбазарил огромные деньги, ну реально огромные, несравнимые с доходом одного обычного человека, не говоря, что он типа просто обыватель, хочется сказать, вот пусть он отработает, пусть он вернет, вот взыскать бы с них эти миллионы, которые они там закопали в землю, утопили в море, там, не знаю, пустили на воздух еще, вот тогда бы там понеслась. Вот как бы классический пример, ну с крайбанкой нас них там требуют. И здесь вот с правления пассажировилтинс просят полтора миллиона вернуть назад в копилочку, которыми они, видимо, как-то обогатились. Ну они оспорили это решение. Ну нет, понятно, что процесс пойдет и так далее, но вообще практика, если так тщательно подумать, порочная, она уже введена, на самом деле, в частном бизнесе. Я как член правления, вот эта вот компания, где мы сидим, если у меня будут долги по налогам перед государством, то эти долги взыщутся не с компанией, а с меня, если они лично с меня, мою квартиру отберут, мою машину отберут, там, будут вычитать у меня зарплаты до конца жизни, если вдруг моя фирма что-то задолжала. И это нарушает вот то понятие ООО, общество с ограниченной ответственностью, limited company, изобретенное лет четыреста назад, это, ну, вещь, которая сравнима с книгопечатанием. Та идея, что у тебя есть компания, которая отделена от ее владельца, и компания по своим долгам отвечает, а ее владелец по ее долгам не отвечает. В свое время, да, дало пинок развитию бизнеса во всей Европе. Да, именно, это, ну, совершенно поворотная точка в истории, и вот Латвия несколько лет назад сказала, погодите, мы эту поворотную точку назад немножко отвернем, в плане, что вот по всем долгам ограниченная ответственность, а по налоговым не ограниченная, при том, что на налоговые долги залететь может компания по совершенно нормальным бизнес-причинам, никто там ничего не крал, бывает. Здесь похожая ситуация, здесь чиновники заключили по большому счету рискованный невыгодный контракт, из-за него понесли убытки. Ну, плохие менеджеры, знаешь, на Западе, когда у тебя плохой менеджер, его увольняют с золотым парашютом там в 20 миллионов, в 40 миллионов, по-разному бывало, да. Здесь, ну, и хорошо их турнули, уволили, больше, пожалуйста, таких не выбирайте, дайте им волчий билет, пусть нигде не работают, но взыскивать с них вот эти вот деньги, это очень-очень опасный шаг, потому что нормальный человек туда на эти условия не пойдет больше. Я лично, если мне скажут, слушай, не хочешь поселить в правлении пассажиров Вилтинс, ну, как-то законтребьюйте туда своим умом и энергией, я скажу, нет, спасибо, потому что вы там что-нибудь накосячите, я там не все 100% контролирую и на меня повесят какой-нибудь долг. Скажу, знаете, спасибо, я лучше в бизнесе, там хотя бы ограничена эта ответственность, понимаешь? Да, я понимаю и частично с тобой согласен, с другой стороны, когда ты говоришь о частном бизнесе, вообще слово в слово, под каждым подписываюсь, за каждое выпиваю, но речь, когда идет о муниципальных или частных предприятиях, какая-то ответственность, в том числе материальная, за заранее, если доказано, конечно же, невыгодные решения с риском коррупции все-таки должна. Ну, для этого есть, по-моему, уголовные законы. Да. Даже тот же самый Бондарс, у него не было уголовного преследования, это уже облегченно. Да, он якобы живет на одну зарплату, бедняжка, душит слезы, как он выкарабкивается. Все, по-моему, у него в порядке. Тот же самый бывший руководитель Латвиясбанка, тоже обвинялся в коррупции. Еще обвиняется там. Да, во всех смертных грехах. Нормально, с парашютом соскочил. Я не уверен однозначно, что это нормальная история. Ты накосячил, ты уверен, что у тебя задница прикрыта и просто тихо слился. И никто не отвечает, по большому счету. Point taken – сложнейший вопрос, ужасно интересная тема для экономического блога. Нет, можно еще добавить свои пять копеек? Я помню, история была какая-то. Это другая передача. Нет, давай, другая передача. О, смотри, нам продолжают доставлять алкоголь. Швейцарии разрешат работу по роституток, но в перчатках и в безопасных позах. И по возможности их просят носить маски. Хочешь большой, но чистой любви. И, ладно, это можно смеяться, можно не смеяться, но все-таки вирусы никто не отменял, в том числе ковид. Но в этой новости настораживает другое продолжение. Клиенты больше не смогут сохранять анонимность. Их данные будут храниться в базе как минимум четыре недели. Пападос, палево такое. Но это в категории, на порнхаке должна новая категория появиться, премиум. Швейцарский секс. Швейцарский секс. Швейцарское общество опыт показывает настолько дисциплинированно, что даже иногда с перебором. И они очень любят друг на друга стучать. Поэтому, как это будет проверяться, очень просто. Клиент потом пойдет и скажет. Да, хорошо. Верните деньги. Давай следующий. Мы перчатку заставим. Давай, перчатку. Я все-таки хотел бы... Вопрос при перчатке меня интересует сначала эта новость. Ее каким образом используется? На руке или каким-то другим? Слушай, пока они болтают, я тебе покажу перчатку. Я найду ее сейчас. Вот так она должна выглядеть. Шучу, не знаю, мы предполагаем. На все руки мастер. Дай пять. Тариф пять в одном. Когда ты один, и тебе нужно сделать оргию. Ну, хорошо. Можно я подсоединю? Да, это у Сергея. Ну, моя новость. Просто она меня порвала сразу. Школам готовят план Б. На 1 сентября говорят, что может быть мы и не выйдем в школу. Мы не выйдем в школу, потому что нужно предполагать, что начнется вторая волна, и мы снова посидим дома. У меня от этой новости, честно говоря, закоротило даже компьютер, потому что я не могу это читать спокойно абсолютно. У меня ребенок по 6 часов сидел за компьютером, в котором гнусавым голосом что-то вещалось. Вы теперь откройте параграф. Открыли? Посмотрите. Пл***ь! Я уезжала в офис. Это невозможно вообще слушать нормальным ребенок. Просто надо поставить памятник. Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, есть у нас и такой, сказала о том, что Латвия справилась с переводом очного обучения в дистанционный формат. Справилась? Справилась? В какой момент? Подчеркнулось, что есть много аспектов, требующих доработки. Все аспекты там требуют доработки. Мы можем говорить часами, но на самом деле план Б, конечно, нужен. Вариант А. Сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б. 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 Вариант Б. То есть мы не можем просто сказать, что все, в сентябре бизнес из южуал, план Б нужен. И надеюсь, что этот план Б будет именно планом. Потому что то, что произошло весной, очевидно, не было ни планом, ни чем. И называть это хоть каким-то отдаленной тенью успеха, мне кажется, это очень-очень оптимистично. Ну, Шуплинская сказала в этой программе, что они сделают какую-то единую программу, в которой все школы будут работать. Чтобы не было так, что одни там в Е-классе, другие там еще где-то там. Хотя бы какой-то перенос ноу-хау. Ну, хорошо, уже и хорошо получилось, да, вот у Дениса, там у классической гимназии, там тоже что-то получилось. У третьей, там у первой школы, там тоже хорошо получилось. А у какой-то школы что-то не получилось. Ну, так может они как-то вместе будут работать над всем этим, подвиги до министерства. А может нам просто научить учителей преподавать? В том числе, это, ну, большая задача. Взять и заменить у всех этих гонусавых нудных учителей на пятерку нормальных. И они вот вещат на 10 тысяч учеников. Вы точно говорили несколько раз. Честно, я как профессионал от онлайн-образования могу сказать, что, ну, далеко не все так просто. Но план нужно вырабатывать. И у них есть довольно много времени, причем разгруженного от, собственно, преподавания. Очень надеюсь, что осенью, если нам придется столкнуться с дистантом опять, ну... Ну, ты же понимаешь, что здесь вопрос не только в том, что мы там будем по какой-то супер-программе учиться или с супер-педагогами учиться. А в том, что министерство образования, ему это удобно. Это адская экономия бюджетных денег. Это, ну, ноллеров вообще напряг, по большому счету. Взят педагоги и что-то там вкалывают. Министерство образования делывается только рекомендациями. При этом сейчас идет разговор о том, что давайте мы сделаем два дня в школе, три дня дома. Кто будет нести ответственность за моего ребенка, пока он три дня учится дома? Конкретно Шуплинская, конкретно директор школы, я прихожу, она не пообедала. Почему? Потому что 11 лет, она болт забила на все это. И ей 11, она самостоятельна. А у кого первоклашка, у кого второклашка, у кого дети с инвалидностью, у кого дети с проблемами. У кого по несколько? По несколько детей. У кого родители забили на детей. У кого, как у, пожалуйста, у Клюкина в школе, школа была единственное место, где дети получали горячий обед. А что с ними-то делать? Ну, то есть это такой пофигизм. А давайте мы пропишем роль родителя в школьном процессе. А давайте вы пойдете на хуй просто. Это мы запикаем. Ну, потому что я не могу позволить себе сидеть дома. Смотри, не то, что у тебя там, да? Я не могу позволить себе сидеть дома и контролировать, как у меня ребенок там поел, сделал перерыв, вышел ли он погулять. Вот сейчас офтальмологи будут зарабатывать. У кого дети выбирают профессию? А офтальмологи. Дорогая, хочешь немного вина? Ааа, ты хорош. Хорошая новость. Еще в одном месте Латвии планируется установить радар, который измеряет среднюю скорость. Где-то там на шоссе А2, где пока нам не сказали. Но я считаю, что эта новость хорошая, потому что, честно говоря, радары, которые обычно, они не суперэффективные, стоят они довольно дорого. И еще и заставляют себя как-то нервничать. И все равно, как-то напряжение, будет радар, будет не попался, не попался, что-то увлекся, где-то в обгон пошел, под радар попал. Но я, честно говоря, езжу с превышением. У меня штрафов за скорость, но есть некоторое количество. Какая тоскливая тоска нас ждет по дороге. Я бы не был таким пессимистом, Евгения, потому что новость-то о том, что откроют новый участок, а старость про то, что старый участок, его уже отключили. Он был на Тиновьевском шоссе, 7 километров участок, который замерялся. И все в связи с нехваткой денег, какое-то время, с сентября, по-моему, прошлого года он уже не работает. Ну, то есть, он же есть, не просит. Ну, каким-то чудесным образом работа вот этих двух радаров, которые засекают скорость, каким-то чудесным образом МВД, насколько я понимаю, разбирался, ну и вообще, насколько я помню, платит за эту услугу ЦСДД, а МВД на оплату этой услуги для ЦСДД нету средств. При том, что ЦСДД... А ЦСДД у нас частная организация? Да-да-да, при этом ЦСДД выставляет, ну, счета, реально, по максимуму, их скидок. И, соответственно, сентября не работает. Но еще хотел бы напомнить всем, кто любит ЦСДД, и кто понесет им штрафы, что у них, мы делали сюжет, стоят супер-пупер от кресла дизайнеров, которые стоят несколько тысяч евро штука. Так, SpaceX сделал, это состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля. Ну, честно говоря, мне до лампочки. Ну, какая разница, летят в КМКС на прогрессии или на этих кораблях Маска. Главное, что это развивается каким-то образом. Я не из тех людей, которые сейчас будут кричать, фу, Рогозин все протерял. И не буду кричать, ой, Маск наше, все, какой он молодец. Ну, это как бы частный бизнес, индустрия. Александр, в семье новости, а я успею дополнить про то, что, а я вот ужасно рад, именно потому, что это частная компания. То есть, всегда вот это была прерогатива государства, которое хочу, не хочу, могу, не могу, и все это с какой-то военщиной связано. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. А здесь прямо есть, ну, смысл, значит, люди нашли смысл, то есть, они нашли деньги, и это все как-то... В смысле, они нашли деньги? НАСА устроило два конкурса, два победителя. Маск, как у него там контора называется, и Боинг. SpaceX. Маск первый долетел до МКС, следующий Боинг, потому что они свою разработку не прекратили, они тоже собираются. И просто Америка возвращается со своими пилотируемыми кораблями долетать до МКС. А история гораздо интереснее, нафига эта МКС вообще нужна? Потому что споры ведутся между учеными, что да, там летает какая-то байда в небе, она дико прикольная, там можно жить по полгода, и стоила она совершенно невероятных рекордных денег, там, 150 с чем-то миллиардов, ну, правда, в складчину, на сколько там, 14-17 стран. Но, как обычно, свои плюсы, свои минусы и минусы, ученые, например, говорят, что опыты, которые реально проводятся на МКС, их можно проводить в состоянии невесомости, но на этих специальных самолетах по параболе, которые летают, да, а то и вовсе на Земле. Более того, на Земле, и более того, рижскими учеными из РТУ разрабатывается автобус, внутри которого будет искусственный космос. Ого-го-го-го-го, и так я лес боюсь. Этим летом в Латвии будет очень много клещей по стране стремительно распространяется их. Третий вид, я читал эту новость, мне страшно, мне страшно. Чтобы было продающе два. Да, они нападают на обувь, они прокусывают все насквозь. Но они ведь преследуют тебя. Они крупнее, чем обычные, очень любят... С татухами. С татухами. Короче, такие серьезные южные клещи. Тут Сталин, тут кулакова. С татухами. Любят волосатых животных. Написано, что... Нет, они любят волосатых людей и животных. Нет, они любят животных с густой шерстью, а людей не очень любят. Но если они находят человека, то пытаются залезть ему наверх на голову, где он поволосатый, ну кто где поволосатый, туда и пытаются залезть. В общем, очень тяжело. Тяжело просто то, что надо сказать, что эти клещи на самом деле тоже переносят энцефалит и лайм. И лайм тоже. Значит, надо делать прививки. А я хотел про кровососов продолжить. Вот правительство договорилось об инвестициях 2 миллиарда в течение ближайших 2 лет. Это вроде хорошая новость, но я честно говоря уже мне надоели эти миллиарды. Я вот это вот выкину, потому что нам всю весну рассказывали, что у нас то полтора миллиарда там есть, то 2 миллиарда, то 4 миллиарда. Все время какие-то миллиарды, а реально там выплачиваются какие-то микроскопические пособия. Турецкий повар, но бросали деньги. Да, 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 вот это вот ключ. А можно вопрос, пока ты не отбросил эту новость, потому что в этой новости, которую ты сейчас хочешь выбросить, было сказано, что эти 2 миллиарда будут инвестированы в том числе в больницы, там еще много куда и в пособия. Вот в моем понимании не экономисты, пособия это не инвестиции. То есть инвестиции это то, что должно там, ну, какой-то фидбэк. Потом как-то окупаться, да. Да, то есть это считается 2 миллиарда будут потрачены не на инвестиции, они будут просто выплачены на пособия в том числе, правильно? Наше правительство просто бегает кругами и всем рассказывает о том, что у них очень много денег и все будет хорошо. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. Реально, кто когда ходит до того, чтобы вот эти деньги куда-то там вложить, выделить или еще что-то, выясняется косяк на косяке. Просто вы не входите в круг лиц, у которых все будет хорошо. Аптеки. То есть, ну, понятно, в чем проблема. Есть такие районы, где никто не хочет открывать аптеку. Ну, ее там невыгодно открывать, аптека дело дорогое, там нужен трафик, проходное место и так далее. Все хотят аптеки открывать, где много больных, либо в больнице, либо в каком-нибудь там, в центре Плявников. Пока все логично. Да, но государство говорит нам, чисто с социальной точки зрения, не хочется так, чтобы вот жители, например, Булдераи остались без аптек вообще, потому что ее там невыгодно открывать. Мы хотим, чтобы кто-то открыл аптеку. Ну, какой логичный, казалось бы, вот мне выход. Ну, давайте доплачивать, там, снизим аренду, налоги, выделим помещение, еще что-то и так далее. Нет, сказал наше министерство здравоохранения и сказал, мы запретим аптекам открываться рядом друг с другом, чтобы они вот не кучковались там вот, а чтобы им пришлось, как бы, как хочешь, не хочешь распределяться. И это какой-то такой бритовый способ регулирования ужасно. Уже и так круглосуточные аптеки, кстати, не могут сказать ближе, чем полкилометра друг к другу. А теперь мы это на все похожие там принципы распространения. Это какой-то через, это знаешь, удаление гланд вот через зонду. А еще, опять же, сколько сетевых продовольственных магазинов и, как правило, они на одном пятачке, потому что они конкуренты. Открылся Риме, рядом через пару месяцев будет максима. Почему с аптеками так же нельзя? Они точно так же будут конкурировать. В чем проблема? А вот, не дай бог, будут конкурировать, не дай бог, цены будут снижать, не дай бог еще обслуживать на двух языках начнут. Ты что, такое вообще будет? Никакие клещи не спасут. Прошел совершенно классный пикет. Алексей, в чем прикол пустыря? Мне кажется, здесь столкнулись интересы условных активных граждан и условной габни. Все мы любим это место, это слово. Ну, мне кажется, просто очень некрасиво в свое время было принято решение о том, что служба госбезопасности будет находиться именно в этом месте. Очень слабый был выбор мест. Очень мало было представлено альтернатив. И по критериям для СГБ это место действительно подходит. Они объясняли, почему им нужно это место. Но проблема в том, что изначально им мало предложили мест, участков. И изначально все это было под такой пеленой гостайны. Все это вскрылось неожиданным образом. И это уже пикет не о месте, мне кажется, не о парке или будет там здание. А пикет о том, о гражданском обществе имеет ли оно у нас какие-то права, мнения и вообще возможность высказывать свое мнение. Или нет. Это тот редкий случай, когда я однозначно на стороне государства. И речь идет о заведении, которое отвечает за государственную безопасность. Я в ней не понимаю ни черта, как и все мы. Там столько, ну, кстати, Алексей сказал, я этого тоже не знал. Что определенно есть технические, опять же, параметры, нюансы. Их куча кучная. И вовсе не обязательно каждому из нас знать, что там происходит и что там строится. На мой взгляд, не идет ни малейшим образом речь ни о каком гражданском обществе и возможности протестовать. А о том, что группа общественников, которая связана с одной конкретной политической партией, подогревает ту самую общественность, зарабатывая себе политические очки. That's all. Это использование, ты не знаешь, полезных идиотов. Мне кажется, там чуть-чуть сложнее история. Я, как и говорил, изначально было слишком мало мест дано СГБ. Никто же не говорит, что здание СГБ не нужно строить. Никто не против этого. Вопрос в том, стоит ли его строить именно там. Неужели не было каких-то других альтернатив. Это хороший вопрос. А то, что политики сами подсасываются к этим людям, активистам, которых можно назвать и полезными идиотами, это работа политиков. Это работа политиков. Да, особенно популистов. Новость на эту тему. Господин Криштапан сообщил, что те, кто говорит громче, лучше слышно. Вот такой капитан очередной. Кстати, пока Шун не начал комментировать, мне на самом деле понравилась эта мысль о том, что сейчас в социальных сетях куча дебилов нарисовалась, и мы не можем определить, кто прав, кто виноват. Хочу сказать, что на самом деле мы к этому очень долго шли. То есть все наше образование заточено на то, чтобы лишить ребенка аналитического мышления. В школе его не преподают. И поэтому, заходя в социальную сеть, ни один ребенок, ну практически ни один ребенок, не может определить, что вот это вот плохо, а это хорошо. Потому что в социальных сетях, помимо прочего деградирующего населения, есть масса умных, образованных, интеллигентных людей, которых интересно послушать, которые умно излагают, на которых там огромное количество людей подписано и так далее. Нет, нет, не огромное количество людей подписано. Ну хорошо, они есть. Не забудьте подписаться на наш канал в Ютубе, не забудьте лайкать нас в Фейсбуке и не забудьте шерить все, что мы здесь делаем с друзьями и знакомыми. Да. Мы, как всегда, по традиции разыгрываем новый приз и определяем победителя прошлого конкурса. В этот раз мы разыгрываем книги под заказ, книги классные. Это советы психолога Михаила Лобковского и детская книжка «Кто сказал класс?». Победителя мы определяем прошлого конкурса, когда мы разыгрывали тоже две книги, одну взрослую, одну детскую, тоже от книги под заказ. Это не сын, набор каких-то восточных мудрости, но очень смешной, да. Бояться глупо и анатомия для детей, почему бьется сердце, дышат легкие, работают бицепсы, трицепсы. Интрига, интрига. Тринадцать. Кто даже выиграл? Это мне некий Влад Чернов. Мы с вами прощаемся, у нас начался летний сезон, надеюсь, что мы будем радовать вас теперь все лето классными выпусками. Шерти, лайкайте, комментируйте, критикуйте, ругайте, хвалите, потому что все это вознаграждается всегда призами. Всем пока. Пока. Спасибо, Алексей. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не рога космогрома, не эта ледяная синева. А снится нам дрова, дрова у дома, зеленая, зеленая дрова...